Оптимизация для Geometry Dash довольно больная тема, особенно для робтопа, так как код игры, мягко говоря, написан не очень. Именно поэтому комьюнити Geometry Dash стремится создать максимально минималистичные уровни. Optical, Nellis и не только стали прародителями уникального тренда уровней с минимальным количеством объектов, но то, что происходит в GD сейчас, это реально нечто. Привет, меня зовут RetroMan, а сегодня я расскажу тебе об неком культе сотни, а также создам уровень с минимальным количеством объектов в игре. Погнали! Что же, обо всем по порядку. В последнее время, думаю, ты не раз замечал в новых оцененных лвлах порядком странные уровни. Почему это оценили? Что роб курил на этот раз? Но все не так однозначно. Если зайти в редактор, например, прародителя новой волны хайпа уровней с малым количеством объектов в Поке, то можно увидеть, что их там 49. Карл, 49! И самое интересное то, что это оценили. На самом деле, тут я согласен с оценкой, так как это уникальная идея, повторить которую еще никто не смог. Но по-моему, все это переросло в нереально масштабный тренд, о котором узнало достаточное количество креаторов. Поучаствовало тоже немало. Кто? Сейчас узнаешь. Что же, начать я хотел с абсолютно ничем не примечательного лвла под названием Букач от Аластера ГД, в котором тысяча объектов. И знаете, это много, но все-таки одна интересная вещь здесь имеется. И это первые две монеты, которые тупо спрятаны под шипами на первой волне. Там можно даже не кликать. Далее уже намного интереснее уровень под названием Балихоу от Джейзера. И это на минуточку Экстрим Демон, в котором 999 объектов. Достаточно красивый и не скучный геймплей, как для такого малого количества объектов. Но поверь, это только начало. Топ уровней, в которых менее 100 объектов, открывает Ян Хосе, которая сейчас стремительно пытается обогнать короля копипастинга и по совместительству моего отца Виприна. Уровень с названия дает понять, что в нем малое количество объектов, а конкретно всего лишь 55, так как называется он Фью-Фью. Шок, за долгое время это первый уровень от данной креаторжи, в котором нет монет. Почему так? Пиши в комментариях. Ну а мы погнали дальше. Далее уровень от Поки, который и начал всю эту движуху. Заставить внимание я на нем не буду, так как на ютубе достаточно интересных фактов про него, к примеру, у ГД Ньюса, так что советую. Но так как видео с этим уровнем выстрелило до неимоверных высот, Поки просто не мог на этом остановиться. Следующий, не менее интересный уровень, Smash the Button. Зачем? Говорить что-то про него, когда можно сыграть, и уже оттуда показать свои эмоции. В этом уровне используется на самом-таки деле очень уникальная система. Это прыжки с черным арбом. Все очень просто. Шипы двигаются, создают различные виды комбинаций. Из-за этого тебе постоянно нужно прыгать в довольно-таки неподходящие моменты. И это реально круто. Как? Чтобы вы понимали, тут всего лишь 47 объектов. Камон, это только начало. Забавная ситуация, что на этот уровень я потратил 83 клика, хотя в уровне всего 47 объектов. 47 же, да? Сейчас я проверю. Да, 47, нифига себе. Что почти в два раза больше, но, несмотря на это, есть еще более кликабельный уровень относительно объектов. И это калейдоскоп. Погнали к нему. Тут на самом деле очень интересная задумка, и сама по себе концепция красивая. Довольно-таки приятный фон. Как минимум тут просто орб крутящийся, но это смотрится реально годно. Кто бы что ни говорил. И скажу так, это довольно-таки сложно. 109 кликов, в котором всего лишь 39 объектов. Это жесть, реально. Я подобного еще нигде не встречал. Но дальше спутникс. Вау, какой красивый арт уровни. Интересно, сколько в нем объектов? Два? Сколько? Да, ты не ослышался. Это просто левел от спутникса. И опять его гениальность превзошла все пределы. 29 объектов уровни отдают о себе знать. Далее уровень троф. Мы в него поиграли на стриме, и вот что из этого вышло. Максимально сложный левел на самом... Чтоб понимание, я не помню, сколько в нем. 29 или... 25 объектов. Я охерею, реально. Чуваки, 25 объектов. Он, кстати, он охренеть какой сложный. Тут такие жесткие таймы. Я не знаю. Это должен... Мне еще лагает? Стоп, я не видел, тут есть ЛД. Чего? Что? Что за нахер? Это типа рофл какой-то? Бурак, бля. В уровне 25 объектов ему ЛДМ добавляет. Чего? Погодите, он реально работает. Чего? Подождите. 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 Стоп, чё? Три объекта? Чего? И тут я хочу подметить один интересный факт. Так как на многих подобных уровнях есть ЛДМ. Я его просто не замечал. И знаешь, это реально смешно. Что же, топ-2 уровень по количеству объектов, которые можно играть, занимает по-прежнему Поке. Но уже с уровнем, в котором 9 объектов, который, к сожалению, не вышел. Но тогда назревает вопрос, ретро, а какой же самый минималистичный уровень ГД? А я тебе отвечу, а точнее даже создам уровень на фичер с одним объектом. Спидран по Geometry Dash. Поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова